Необходимо сказать, что понятие реабилитации в терапии алко- и наркозависимых лиц на сегодняшний день для широкой публики стало несколько размытым. Надо различать реабилитацию медицинскую и реабилитацию социальную. Реабилитация медицинская – это в первую очередь снятие острых симптомов. Интоксикации психоактивными веществами – это восстановление самосознания человека. Это первичная ориентировка его на возврат к нормальной здоровой жизни. Поэтому медицинская реабилитация свои задачи решает достаточно быстро и достаточно эффективно. Но она ни в коей мере не гарантирует того, что человек, выйдя за пределы медицинского учреждения, тут же не вернется к употреблению наркотиков или алкоголя. Социальная реабилитация, в отличие от медицинской, имеет совсем другую структуру и другой смысл. В первую очередь в рамках социальной реабилитации зависимость, химическая зависимость, наркотическая зависимость, алкогольная зависимость рассматриваются не как болезни, которые надо лечить, а как структурный дефект, слабость личности зависимого. И, соответственно, убереть человека от употребления психоактивных веществ возможно только путем его личностных изменений, создания новой, более устойчивой, более прочной личности, которая в состоянии контролировать искушения и свои потребности. Именно поэтому социальная реабилитация по своему внутреннему содержанию раскладывается на три больших этапа. Эти этапы мы можем выделить по их внутреннему содержанию. Первый этап – это когда человек приходит, собственно, на процесс реабилитации. Этот этап связан с внутренней борьбой, определенным негативизмом, адаптацией к внутреннему распорядку реабилитационного центра. И чем быстрее произойдет этот этап, тем быстрее начнется, собственно, реабилитационный процесс. В быстром и эффективном преодолении этого этапа, в первую очередь, играют роль и обстановка в центре, и навыки социального взаимодействия руководителей центров и старших, психотерапевтические методы, методы убеждения, которые помогают человеку осознать необходимость изменений. Второй этап, которого, собственно говоря, и начинается реабилитация, это этап, когда человек осознает проблему и осознает необходимость личностных изменений. На этом этапе происходит психологическое осмысление проблем. На этом этапе выстраивается социальное взаимодействие между человеком, поступившим на реабилитацию, и другими воспитанниками реабилитационного центра. Здесь работает психотерапия, здесь работают методы когнитивно-поведенческой терапии, та же знаменитая программа «12 шагов», другие психотерапевтические методы. И на третьем этапе, собственно, происходит процесс личностного изменения, личностного строительства, который является самым протяжённым, потому что личность не может создать себя заново, просто приняв внутренние решения. Этот этап не может быть сокращён просто потому, что он требует созревания внутренних процессов, установки внутренних новых черт, установки новых характерологических особенностей. И с этим связана длительность социальной реабилитации. Субтитры создавал DimaTorzok